Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас огромный заказ Фаберлик на 100 баллов. Там много-много новинок, питание не чаев. В общем, давайте скорее приступать к распаковке. Девчонки, я уже одну коробку большую открыла. У меня даже в одну коробку ничего не влезло. В самую большую вот эту вот Фаберликовскую. У меня две коробки. Потому что мне нужно было покрасить корни. Я красочку уже доставала, поэтому сейчас с вами с нее и начнем. Я ее уже вскрыла и больше ничего не доставала. Смотрите, как тут много всего. И давайте откроем с вами маленькую вот эту коробку. Я не знаю, что здесь маленькая. Наверное, то, что не влезло в большую. Так, так. А что это такое беленькое? Ой, не открывается. А что это такое беленькое? А это носочки же новинка, девчонки. Это же носочка новинки. Точно. Ну вот здесь тоже. Ой, как много у меня в этот раз всего. Мне прям не терпится. Давайте начинать. Девчонки, заказ огромный, поэтому постараюсь кратко и по делу. Значит, первое, что покажу, это вот эту вот красочку. Фаберлик Эксперт Колор. Оттенок 4.1. Я буквально перед съемками видео покрасила корни. Вот только корни. Прям один сантиметр. Потому что, ну, не один, два сильно отросли волосы. А волосы у меня уже давным-давно седые. Прям вот с молодости, можно сказать, с подросткового возраста. И без краски никак. Всю основную длину оставила, как есть. Не крашу волосы, девчонки, уже два месяца. Для меня это нонсенс. И красить не собираюсь. Подкрасила корни оттеночком 4.1. Артикул 180.25. Мне пачки хватило как раз на то, чтобы подкрасить корни. Вот. Теперь я довольна своим состоянием волос, своим цветом. Волосы мне все устраивают, мне все нравится. В конце я проэмульгировала вместе с шампунем на всю длину. Поэтому сейчас цвет выглядит более равномерным. Наверное, после следующей помывки как раз вот сойдет немножечко оттенок с кончиков. Они у меня такие больше пепельные. Но сейчас вам при искусственном освещении снимаю, да? За что люблю краску Фаберлик Эксперт Колор? За то, что она круто закрашивает седину, за то, что она очень стойкая. Люблю. И в этот раз были перчатки, девчонки, там внутри. Вот они у меня тут все использованы уже. Если до этого краски Фаберлик приходили без перчаток, даже была наклеечка, да, в этот раз перчатки были. В комплекте. Поехали дальше. Достаю в хаотичном порядке. Так, наконец-то я заказала себе супчик. Супчик грибной. Сейчас, девчонки, планирую с сегодняшнего уже дня заняться, наконец-то, своим питанием. Я в отпуске. Все, ура. У меня есть время заняться собой, заняться своим питанием. Я заказала много полезностей. И сейчас мы все их с вами посмотрим. В следующем видео будем с вами обязательно все пробовать, новинки и так далее. И если хотите, присоединяйтесь к моему марафону «Похудеть за сентябрь». Давайте назовем его так, да? Я планирую на обед кушать вот этот супчик «Велнос». На ужин у меня остался коктейль. Я его берегла, пока суп не куплю. И еще я заказала много новинок, много вкусностей, которые мы сейчас с вами посмотрим. Коктейль мне очень понравился. Суп вот этот я прям обожаю грибной. Я пробовала его на пункте выдачи. Кто не видел ролик про питание «Велнос», я вам ссылочку в инфобуксе обязательно приложу. Как пройти в инфобукс? Мне девчонки иногда спрашивают. Под видео, получается, если вы к себе держите там экран телефона, планшета, справа, под видео справа будет такой треугольничек светленький, да? Мы на него нажимаем, и открывается вся информация, где все полезные ссылки вы можете найти. Артикул супа, девчонки, где найти артикул супа, кто знает? Я даже не знаю. А, вот он, внизу вместе с пиар-кодом 15655. Артикул супа, безумно крутые составы, а грибной – это просто объедение, поэтому прям все. Здоровое питание, худее у меня за сентябрь, цель минус 10 килограмм, и я ее достигну. Поехали дальше. У меня знакомая заказала губку, у меня такая есть, я вам ее в обзоре заказов показывала. Артикул губочки 119.42 – это великолепный продукт. Она у меня заказывает уже, наверное, такую губку десятую, потому что она, как себя не возьмет, к ней кто-нибудь придет в гости, увидит и отбирает, потому что губка действительно крутая. Вот так. Она пока в упаковке мягкая, потом на свежем воздухе она затвердевает. Ей очень круто убирать волосы с ковра. Ей круто без моющих средств чистить кухню, ванну и так далее. Она мне нравится по-всякому. Но волосы с ковра просто идеальны. Если у вас есть домашние животные и дома есть ковровое покрытие, вам эта губка, девчонки, просто необходима эта находка. Она застывает, мы ее размачиваем, хорошенько отжимаем. Так, проходимся по ковру. Я вам тоже в каком-то из видео показывала, прям, как она работает. Вместе с вами ее тестировали. Так как губы у меня не накрашены, давайте скорее с вами протестируем новиночку из линейки Glam Team. Это помада HD Color, которая заявлена у нас прям с крутой стойкостью на целый день. Я взяла, девчонки, в оттенке, не помню, как называется, артикул 402.03. Каталога под рукой нету и не докопаешься его в моем огромном заказе. В общем, оттенок 402.03. Я брала нюдовый, вроде как, потому что красных у меня хватает. И сейчас мы с вами посмотрим. Вот такой вот красивый дизайн, как у моей любимой туши, да, из этой же линейки. Вот так помада выглядит в стике. Мне кажется, камера делает ее слегка вам светлее и насыщеннее. Я вам сейчас обязательно покажу все свочи при естественном освещении. И давайте нанесем ее на губы и сделаем свочи. Вот у меня тут зеркальце фаберликовское. Работает еще. Видите? Ой, это действительно матовый продукт, это круто. Но я бы не сказала, что нюдовый достаточно яркий. Знаете, на что по текстуре похож? На полуматовую губную помаду овация. Они ее как раз выводят и, возможно, перелили в эти флакончики. Я почему-то так всегда думаю про помаду фаберлик. Текстура очень похожа, только более матовая. Слушайте, но это все равно такое вот немножко бордо. На моих губах помада смотрится ярче. Не смотрите на этот оттенок, потому что у меня татуаж губ. Да? Мы с вами обязательно сделаем свочи. Вот камера ее вообще показывает розовый, но она приукрашает у меня при искусственном освещении и вообще нереально. Это красивая, приятная. И слава богу, вот она такая матовая, прям как я люблю. Посмотрим, будет ли сушить губы обязательно в ближайшее время в инстаграм. Ссылочку, ссылочку, пост опубликую. Вот. Но она яркая. Она прям яркая. Вот девчонки своч. Яркая, она, конечно, яркая. Я думала, она будет более нюдовая. Есть какой-то и коралловый потон такой, да? Но оттеночек все равно красивый, мне нравится. Красивый оттеночек. Помада очень-очень насыщена, пигментирована. И буквально с одного прикосновения к вашим губам, да видите, какая она плотная. Очень плотное покрытие. Вот такая вот красота. Ну, в принципе, мне нравится. Я думаю, мне идет этот оттеночек, поэтому пусть будет. Все помады будут красными. Салфеткой, кстати, помада вот стерлась на ура. Обычной влажной салфеткой. Поехали дальше. Я взяла новиночки. Обязательно не могла пройти мимо новинок для мытья посуды. Потому что мне средства для мытья посуды от Фабервик. Все-таки также кухонное мыло сушит немного руки. Очень здорово, что они придумывали такую кремообразную текстуру. Ну, смотрите. Не увидите вы, да? Флакончики достаточно мутные. Вот на розовом может быть, да? Смотрите. Такая консистенция довольно жидкая. То есть практически как водичка перетекает. Довольно жидкая. Ну ладно, посмотрим. Это у нас уже бальзамы для мытья посуды. Это здорово. Этот у нас с маслом. С каким-то. С миндальным молочком. И какие-то масла в составе. А вот этот уже с депантенолом. Артикул розового, девчонки. Так, 392. Артикул бежевого, 396. Давайте попробуем по аромату. Что из себя средства представляет. Так, желтенький. Приятная отдушка. Нежная, еле уловимая. Прям вот нежненькая какая-то. Вы знаете, слегка есть отголосок. Вот такого же бежевого, золотистого кондиционера для белья. А любимого многими, да? Сарганой, который. Здорово пахнет. Есть действительно отголосочек еще мыло-лакрем, которое тоже у нас с миндалем. Да, прям миндаль вот сейчас раскрывается. Чувствуется очень здорово. Очень приятный аромат. Безумно нравится мне. Потрясающая отдушка. И не сильно бьет в нос. Класс. Так, розовый. Который у нас клубника со сливками, девчонки. Это действительно клубника со сливками. Причем достаточно натуральная. Нет никаких каких-то прогорклых, химозных отдушек. Очень приятно. Прям вот лубничный мажетель. Классно вообще. Ой, какого бы средства пахнут. Вообще, девчонки, супер. Попользуюсь какое-то время и тоже обязательно в инстаграм напишу пост, сушит ли мне это средство руки. И вообще, насколько оно лучше или хуже предыдущих. В знакомое время я сказала освежитель для воздуха. Спрей апельсин с корицей. Освежители всегда у меня практически мелькают в заказе. Артикул этого 11327. Мне очень нравится именно апельсин с корицей, потому что запах достаточно долго держится в воздухе. Он интересный. Он и на холодное время года, и на теплое вообще прекрасно подходит. Ну, под Новый год, как имбирный пряник, самый лучший. Освежители безопасны для детей и для животных. Они водные, поэтому, да-да, всегда у меня парочка штук всегда стоит дома в запасе. Малышковая линейка. Это шампунь Бальзам 2 в 1 Технокитс. Я взяла себе и попросила знакомое. Мы очень любим именно линейку Технокитс. Что касается зубных паст, мыла жидкого, шампуней. Все великолепное. Артикул этого средства 2354. Здесь у нас зеленое яблочко, по-моему, если я не ошибаюсь, я уже забыла. Только гипоаллергенные отдушки и пищевые красители. Это линейка 3+. Я не скажу, что прям это 2 в 1, но волосы после вот этого продукта мне нравятся, как выглядит у дочери. Да, это зеленое яблочко, очень сочное, такой с кислиночкой. Потрясающий аромат. Еще заказала 2 чая. Один у меня, повторила подружка, это утренний детокс. Я тоже его брала, мне очень понравился и по вкусу. Он действует по принципу мочегонного чая. Здесь потрясающий состав. Смотрите, сколько трав. Вообще для пользы, в принципе, всего организма. Артикул этого чая у нас 156,72. Здесь 20 пакетиков и цена 100 с чем-то рублей вполне себе адекватная. Зип-пакет, удобно очень хранить чай. Мне тоже он очень понравился, но я не могу столько чаев пить одновременно. А хочется попробовать все, поэтому себе я взяла бронхо, травяной сбор, легкость, дыхание, мне кажется, на осень. Он очень актуален. Здесь у нас мать и мачеха, чабрец, ромашка, шалфей, шиповник, корень солодки. Это потрясающе. Я, если что, и ребенку его буду давать. Артикул этого чая 156,69. Давайте с вами, вот так он открывается, понюхаем хотя бы, потому что очень интересно. Травяной сбор номер один. Вот зип-пакеты внутри пакетики. Не, ну приятно пахнет. Вот такие пакетики, они без веревочки, да. Вот обычные такие пакетики, в которых внутри травка. Пахнет приятно. Я больше чувствую ромашку, потому что я ее не очень люблю, но все равно понимаю, что пить ее нужно. Поэтому этот чай имеет место быть. У меня в заказе целых 4 освежителя для полости рта «Сочная вишня» из линейки Сторда Амора. Знакомая у меня заказывала, у меня до них руки не доходили. Ну и думаю, как бы зачем оно мне, да. Вот еще 3 штуки. А тут она мне дала попробовать, такая попшикала на работе. И я думаю, блинка классно. Только у нее, по-моему, не вишня, а малинка была. Но малинки в каталоге не было, мы взяли такой. И знакомые у меня решили тоже. Она взяла в запас, сказала, постоянно пользуется. Прям вот он у нее в карманчике лежит, удобный формат. Ой. Мне кажется, знаете, такая алкогольная вишня. Состав вода, сорбитол. Но я не очень понимаю, девчонки. Артикул 8733. Сейчас попробуем. Ой, распылитель такой мощный. Прям все вокруг рта. Ну классно. Много ментола. Есть отголосочек вишни. Но ментол все перебивает. Отголосочек приятный вишни, немножечко такой сладенький. Здорово. И я вот, когда она мне давала потестировать, часа два свежее дыхание было. Потом как бы можно обновить. Ну прям вот не то, что свежее дыхание. А вот эта свежесть во рту мятная чувствовалась. Поэтому здорово. Такое количество освежителей. Классно. Буду пользоваться с удовольствием. Так, дальше, девчонки. Я заказала себе две кисточки, которых у меня еще нет. У меня практически все есть кисти от Фаберлик. Я уже со многими их сравнивала. И сейва на Сифраше. Фаберлик самые крутые. Самые набитые плотно. Так, как нужно. И с ними ничего не случается. Уже некоторые кисти у меня больше года. Полтора года точно. Ни один волосик из нее не вылез. Так, первая кисть для пудры. Вот так она выглядит. Артикул этой кисточки у нас 110,95. Ой, на лицо попало. И тут тоже такой прям холодок. Вот кисть для пудры. У меня есть аналогичная скошенная. У меня есть все кисти для теней и для бровей. А вот таких еще нет. Вот как кисточки набиты. Очень здорово для пудры. Смотрите, какого она размера. Прям такая. Они невероятно мягкие. Им и так приятно работать. И на веках, и на лице. Я вообще обожаю. И еще одна кисть, которой у меня не было, это кисть для тональной основы 110,96. Я как-то попробовала кистью скошенной для румян нанести тональную основу. Мне понравилось именно наносить кистью, спонжем. Получается жутко плотный слой. Я не люблю эффект маски. И тональным кремом я пользуюсь крайне редко. Поэтому кисть для меня, я поняла, это самое идеальное решение. Она слегка помялась. Надо ее намочить, положить, засохнуть. А, нет, она и так расправляется, в принципе. Вот такой у нее небольшой, не сильно длинный ворс. И она тоже очень здорово, очень плотно набита. Я вам сейчас покажу эти кисти поближе. Логотип Фиберли. Такой бочоночек прям здорово. Мне кажется, прям классно будет эта кисточка наносить тональную основу. Мы обязательно с вами в следующих видео проверим. Вот они кисточки. Смотрите по плотности. Для пудры она такая вот, мне кажется, даже менее набитая, чем скошенная. Ну, потому что это пудра, да? Ни один волосик не вылезает. Прям замечательно. Вот. Так. И вот она кисть для тональной основы. Но все-таки, наверное, придется ее подмочить. Она немножечко деформировалась, да? Она прям плотненькая. Совсем плотненькая-плотненькая. И ворс у нее такой коротенький. Красивые кисточки. Удобно ими работать. И меня устраивает прям на 100% их качество. Поехали дальше. У меня в заказе вот такая лопаточка из новой линейки посуды. Не лопаточка, а силиконовая кисточка. Здесь вот эти вот ворсинки, они силиконовые. Эта кисть не моя, поэтому открыть вам не могу. Артикул ее 910-046. Состав силикон-нейлон. Размер 21 на 3 и 4 на 1. Очень удобная ручка. Здесь зеленым цветом написано Faberlic Home. И на конце дырочка, будем вешать, она мягкая. А сама ручка очень тверда, ее не согнешь. Добротный продукт. Почему бы и нет. У меня в заказе две туши из линейки Miss Curl. Одна коричневая, одна черная. Попросили знакомые. Кто у меня эти туши не пробовал, к ним возвращаются однозначно. Коричневая у меня сейчас есть в использовании. Я ее обожаю. Она не сохнет уже 3 месяца. С ней ничего не случается. Она круто подкручивает реснички. Здесь у нас силиконовая кисточка такая изогнутая. Артикул коричневый 57-62. Артикул черный 57-54. Туши великолепные. Практически самые лучшие. У меня вот не могу определиться сейчас на глазах Glam Team. Силиконовая кисточка. Вот эти вот. Они для меня вообще в любой марке косметической самые лучшие туши. Необыкновенные. Вот ни на что не променяю. Даже не хочу тестировать новые. Мне заказали две помадки. Это миллион переливов. Одна из них такая немножко сиреневая, одна розовенькая. Мы долго на них останавливаться не будем, потому что это заказ не мой. С вотча вам сделать не могу. Карандаш для бровей. Обычный такой с кисточкой, да. Мы можем его посмотреть. Это для блондинки. Светлый вот такой оттеночек. Вот, кстати, довольно благородный. Нравится вот многим. Мне вот эти карандаши, когда у меня не было тут тоже бровей, я их брала тестировать, не подошли. Они на моих бровях пляшивили. Но у меня есть знакомые, которых очень любят вот на работе, да. 55-27 артикул вот этого карандашика светленького, да. Это прямо вот для блондиночек такой оттеночек. Красивый. Не рыжит. Оттенок классный. Но вот мне не подошли лично. Не знаю. У них есть, конечно, любители, но это явно не я. Заказали у меня парфюм Офиерик Сенсуэли. Вот этот розовенький, да. У меня был Эмансуэли в свое время, когда я только начинала делать заказы Фаберлик. Это одни из самых достойных парфюмов Фаберлик. Они мне действительно нравятся. Это для любителей ванильки, для любителей такого сладенького аромата. Артикул парфюма 3129. Сейчас в этом каталоге очень привлекательная цена на этот парфюм. Женщина у меня заказывает уже эту водичку второй раз. Поэтому, как бы, да, приходит в слюде. Все в этом плане нормально. Знакомая попросила гель для бритья. Я решила дать ей попробовать вот эту линейку Бьюти Бьюти Барбер Лаб. Мы с вами ее уже в одном из заказе тестировали. Здесь аромат мне показался какой-то более женственным. Но качество продукта замечательное. Поэтому почему бы нет. Приходит продукт запечатанный, да, видите, пластиком. Это гель для бритья и умывание. То есть можно даже как умывашку использовать мужчинам. 2541 артикул. Это такой сладкий, ну, слащавый аромат. Не такого брутального мужчины, да, вот с древесными нотками, с кожаными аккордами какими-то. А вот именно такой слащавый аромат. Дальше. Зубная паста из линейки Техно Кит 6+. Не первый раз беру, не первый раз хвалю. Пасты потрясающие. Классно очищают эмаль от налета. Лучше один раз попробовать, чем я вам буду миллион раз ее нахваливать. Так, взяла, девчонки, линейку АйСиул, гиалуроновый гель Алоэ Вера. Я вообще к линейке АйСиул немножко отношусь предвзято, потому что моей жирно-комбинированной коже она не очень подходит на самом деле. Мне единственное, что там нравится, это скатка. Ну и гидрофильное масло у меня стоит, я изредка им пользуюсь. Так, открываем. Артикул геля 0951. Я уже смотрела отзывы, кто-то там из випов говорил, что он липкий, кто-то говорил не липкий. И, в общем, кому как. Будем с вами обязательно тоже в следующем видео тестировать его на лице. Все посмотрим, все подробно разберем. Баночка приходит вот такая вот беленькая, симпатичная. Здесь у нас стоит ограничитель, такая крышечка еще. И смотрите, какой яркий гель. Ох, какой он яркий. Пахнет парфюмерная душка зеленого яблочка и слегка алоэ. Давайте попробуем. Ну, это обычный гель, кто хоть раз брал гель алоэ. У меня их было множество от Биходо. Как раз сравню. У Биходо цены довольно бюджетные за большие банки. А здесь такая малышка, да? Ну, мне кажется, здесь больше примесей, чем у Биходо. Так, на руке. Давайте попробуем. Никакой липкости нет. Он еще не подсох, никакой липкости нет. Я не знаю, у кого была липкость. Вообще никакой липкости, девчонки, нет. Как водичка распределился и уже практически впитался. Никакой нет липкости. Это здорово. Приятная такая душечка остается на коже. Мне кажется, он хорошо должен подойти для жирной комбинированной кожи, потому что он делает ее слегка матовой. Да, девчонки. Никакого сияния, я бы... Ну, есть здоровое сияние кожи, как бы, да? А вот такого вот излишнего-лишнего сияния или какого-то блеска от косметического продукта нет абсолютно. То есть все. Если сравнивать две руки, вы знаете, выровнял тон и вот эта рука, да, она действительно более матирована. Это круто на самом деле. Ладно, будем с вами в следующем обзоре пробовать на лице. Обязательно. Ну, если вы в моем заказе не увидели бальзам для стоп-гладкие пяточки, значит, это вообще не мой заказ. А два штуки. Сейчас хорошая цена. Артикул. 1,661. Он приходит тоже запечатанный. Это необыкновенный крем для сухой кутикулы, для сухой кожи стоп, локоточков, до чего угодно. Мне девчонки даже писали, пробовали его под глазки наносить. Им тоже очень понравилось. Здесь 30% глицерина. Это просто спасение. Сколько я всего перепробовала и ни на что не променяю этот крем. Только его после душа на ножки, на ручки, на ночь и огонь. Очень советую девчонке попробовать. С 99 рублей это не цена. Взяла себе средство для чистки духовок и плит. Кончился у меня мой любимый ГРАЗ. И тут я решила, что давно не брала вот это свое средство любимое. И заодно пока еще свежо впечатление от ГРАЗ. Я протестирую и средство для чистки духовок и плит. Потому что забыла уже эффект, настолько ли оно круто очищает. Девчонки мне под видео писали, что кому-то больше нравится ГРАЗ, кому-то именно вот это средство. Поэтому обязательно протестирую. Может быть даже какой-нибудь тоже пост в инстаграм такой сравнительный. ГРАЗ либо Фаберлик напишу. Артикул 111.19. Это термоядерное средство. Я про него в самом начале своего пути Фаберлик снимала видео, как круто очищает кастрюли, сковородки от нагара с задней стороны, духовку, микроволновку. В общем, оно тоже крутое на самом деле. Если вы ищете какое-то чистящее средство Фаберлик, берите это, не прогадайте. Все остальные гораздо слабее. Запах здесь, ну, неприятный. Есть тут какая-то такая химозно-хлорная отдушка. Но с этим как бы можно жить. Он не настолько ядовит, как средство для туалета, поэтому нормально. Я никогда не одевала респиратор или не специально не открывала окна. В принципе, все нормально. Но лучше, конечно, в перчатках все это дело делать, потому что состав здесь такой не очень щадящий. Какую мы заказала Алатау. Я никогда не тестировала, девчонки, этот парфюм. Даже понятия не имею, когда буду ей отдавать вместе с ней. Откроем, понюхаю. Ей по описанию он в каталоге понравился. Артикул 31.20. Соседка заказала спонжи, увидела у меня, сказала, мне надо. Я вам уже эти спонжи показывала. Артикул 910.062. Здесь их три штуки. Мы их мочим. И они у нас становятся такими круглыми и большими. Это поролончик. Кто любит жесткий уход, нет, не сюда. Но нормально смывает гелевые кремовые маски. Если у вас масочка с какими-то частицами, частичками, или она глиняная, то здесь уже больше подойдет спонж из фикс-прайса. Такой, который он погрубее, да, вот он лучше снимает. А обычные кремовые гелевые маски, да. Мягенькие, нежные. Я вот дочери такой один спонж отдала для умывания. Для ее нежной кожи прям самое оно. Так, дальше. Я взяла, девчонки, потестировать крем из линейки Glam Team, который у нас матывается чайным деревом. Потому что тоже отзывы противоречивые. Кому-то желтит, кому-то матирует, кому-то не матирует. Мне интересно стало. У меня в оттенке 66-62. Он в каталоге был самый темный. Я сегодня сижу на пункте выдачи, жду заказ, и там как раз стоял такой открытый крем. Я решила на руке потестировать. Думаю, господи, фу, какой розовый. Причем называется, по-моему, натуральный бежевый этот оттенок. В какой розовый, какой-то светлый совсем. Не дай бог я такой заказала. А на самом деле не помню, какой заказывала. Тут приходит заказ, я смотрю, да, у меня этот же самый оттенок. Но, поносив его 20 минут на руке, я поняла, что он подстраивается под тон кожи. И вот этот натуральный бежевый, он в каталоге выглядит совсем по-другому, девчонки. Приятный флакончик, на самом деле, такой. И цена у него приятная. Это у нас CC-крем, чтобы вы имели в виду. Он достаточно плотный, чтобы перекрывать недостатки. Видите, в принципе, он мне подходит. Мы с вами в следующем видео обязательно тоже вместе с вот этой кисточкой все протестируем. А сейчас я вам покажу поближе, как выглядит именно оттенок 66-62. И когда только наносишь на кожу, смотрите, какой он светлый. Это натуральный бежевый. Я бы сказала, он практически белый. А сейчас я его разнесу и покажу вам. Вот я его разнесла, но прям не сильно. Я бы не сказала, что прям сильно-сильно размазан. Он так остался вот в этом месте. Да? И в принципе его не видно на моей коже. Все, его не видно. Вот. Сейчас, чтобы при естественном освещении вам показать, от окна, фокус, вот. Его не видно, нет. Кто-то жаловался на аромат. Ничего неприятного в этом аромате не вижу. И я его уже практически не чувствую на руке. Вот, девчонки, как бы, все нормально. И он действительно мне мотировал руку. Мы с вами будем, конечно, наблюдать на лице. Я буду с ним ходить целый день. И тоже обязательно отзыв в Инстаграм оставлю. Но мне кажется, вот на руке он немножко забивается в поры. Посмотрим, посмотрим, как он себя поведет от в поры, в складочке, как-то забивается. Возможно, когда мы будем наносить его кистью, будет совсем по-другому. Но, по крайней мере, то, что он подстраивается, это действительно так. Господи, наконец-то маленькую коробочку разобрали. Это Фаберлик, эксперт фарма, космецептика. Два стика от натирания ступней. У меня уже знакомая берет не первый раз, и она прям действительно хвалит. Говорит, когда берешь новую обувь, это для меня прям спасение. Я сама ни разу не пробовала. Я стараюсь брать удобную обувь, которая мне не натрет в любом случае. Как-то вот это с возрастом уже пришло. Я беру только такую обувь. Артикул 1695. Вот такие вот два стика. Носочки, девчонки, новинка. Давайте с вами посмотрим. Они такие плотненькие. Слушайте, я прям вот надеялась, потому что у меня много таких носков из василька в использовании. Но они тоненькие, больше летние. Здесь прям такие вот плотненькие. Артикул, артикул. Цвет бежевый, мела, дальше не пропечатано. Модель С, это и есть, а нет, модель СО 142. Это, то есть, вот по цветам. Мне хотелось вот именно вот такие. И артикул 820439. Укороченный женский в размере 39-41. Я взяла, у меня 39 размер ноги. Давайте с вами посмотрим, что из себя. Видите, какие они плотненькие. Прям такие, как будто бабушка связала. Носочки. Да, достаточно плотные, правда, девчонки. Смотрите, какая прелесть. Здесь должен быть силикон, да, 3 силиконовых полосочки, чтобы они не слезали с пяточки. Но я думаю, они не будут слезать, они достаточно глубокие. У меня из василька тоже есть силиконовая такая прослойка, но они не такие глубокие. Здесь прям маленькая дырочка, видите? У меня вот такая вот большая, то есть, такие носки, которые можно даже, допустим, под балетки одеть. А это носочки под кроссовки с маленькой дырочкой, да. И у них у всех, в принципе, да, одинаковая вязка. Вот здесь, да, такая в полосочку. А здесь классическая. Как английская резинка, наверное, я не знаю, девчонки. Я давно не вязала, не помню. Раньше очень часто вязала, сейчас совсем не вяжу. Вот такой вот, как я не знаю, цвет. Пыльная роза, да. Вот такой цвет. Красивый. На ножке будете сидеть, мне кажется, здорово. Люблю такие носки. Уже давно-давно не покупаю. Обычно только такие. И по дому в таких щеголять тоже классно. Так, ладно, поехали дальше. Малышковая линейка. У меня в заказе целых три средства из линейки Фаберлик Бэби. Мне очень нравится эта серия, там действительно обалденный состав. И мне кажется, не было еще ни одного малыша, у которого она вызовет аллергию. Здесь комплекс с экстрактом череды, гель для подмывания, гель для купания младенцев. Серия с депантенолом, алоэ вера. Она прекрасная, девчонки, просто. Я брала своей дочери очень часто. И даже когда она была уже большая, брала средства для подмывания именно из этой линейки. У меня взяла соседка своей крестницы. Уже второй раз. Очень понравилось. Комплекс с экстрактом череды у нас 1,7,0,0. Здесь действительно травки. Это такая жидкая субстанция, которая имеет цвет травяного настоя и запах травяного настоя. Гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Это у нас 1,6,44. Дозаторы удобные. Запаха практически никакого вот эти средства для подмывания не имеют. Гель для купания младенцев с экстрактом ромашки депантенолом 1,6,41. Поехали дальше. Взяла себе на кухню питательное мыло, лакрем, роскошная мягкость. У меня теперь все с миндалем будет и средства для мытья посуды. Я люблю, не первый раз беру. Мне очень нравится. Миндаль, какой сек, новая. Вот эта, которая вот с медом, молоко с медом вообще не понравилась. Прям вот не понравилась. Никакое сравнение с вот этим не идет. Артикул 86,37 ставлю на кухню. Почему? Потому что мыло для кухни Фаберли, который устраняет запахи, сушит руки, а вот это вот нет. Лакрем. У меня попросила знакомая гель для душа. Я ей посоветовала лакрем для чувствительной кожи, именно вот такой мицеллярный. Мне он очень понравился. Он был у меня в использовании с алоэ вера молочными протеинами. Он гипоаллерген, она у меня как раз аллергик. Артикул 86,59. Очень нежный, не сильно пенится. Но тем не менее, мне в последнее время очень импонирует эта линейка лакрем. И за счет своей вот безопасности она выигрывает среди многих гель для душа. Я, девчонки, взяла новинку прошлого каталога. Если вы видели обзор прошлого заказа, я брала розовую серию шампунь плюс бальзам кондиционер. Мне очень захотелось попробовать систему коу-вошинг. Это сейчас модно, это сейчас трендово. Я взяла вот такой вот на складе, слава богу, было все, лотос восстанавливающий очищающий кондиционер. То есть это у нас с вами, девчонки, кондиционер, который не требует предварительного мытья головы шампунем. Он сам будет очищать. Мне очень интересно. Приходит запаянный. Мы с вами в следующем видео все новиночки протестим. И этот тоже кондиционер в том числе. Артикул 77,23. Давайте посмотрим, что он из себя представляет хоть. Это вот такая белесая консистенция, очень плотная. Запах прикольный, приятный. Интересно, он пенится? Мне кажется, он будет пенится. Посмотрим. Я видела отзывы и, в принципе, все положительные. И говорят, что коушинг это сейчас очень актуально. Тем самым мы меньше травмируем волосы. Но слышала отзывы еще, девчонки, что он может подсушивать. И на регулярной основе нельзя так делать. Раз в недельку. В общем, все, попробуем, все посмотрим. Так, взяла чай. Чай, правильно? Поправьте меня, если что. Из новой линейки не чаев. Их пока нет в каталогах, но походом на центральном складе. У меня центральный склад Москва. Они пробиваются. Смотрите, здесь на каждой упаковочке президент компании изображен. Я взяла три штуки. Апельсин и специи с аиром. Так, кот, 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 кот. Апельсинчик у нас кот. Ну-ка, где ты кот? Ладно, давайте зачитаю пока цитату не чаева. Идеальный чай, когда приходишь домой с мороза. Красные щеки, приятная усталость. И так, хочется чего-то теплого. Детям нравится интересный вкус. А взрослым насыщенность и крепость. Понятно? Артикул 160.13. Я сегодня на пункте выдачи пробовала чайный напиток. Я думаю, почему он чайный напиток? Я не стала его брать, который с клубничкой. А мне Катюша говорит, ну там же нет чая. Там только травы. А здесь у нас все черный чай. Все, что я взяла, это все черный чай. Сейчас мы с вами понюхаем хотя бы. Здесь пакетики уже чайные. Они в привычном понимании чайные. Они уже с веревочкой. Можно открыть вот так сверху коробочку. А можно, по-моему, здесь должен быть... Да, вот тут можно полосочку вот так вот оторвать. И доставать вот так вот пакетики чайные. Они у нас каждый еще должен быть упакован. Поэтому в коробке особенно не чувствуется аромат. Вот, смотрите, чайный пакетик, не чаев. Как заваривать для тех, кто не умеет. И это у нас апельсин и специи с аиром. Вау! Что это? Это явно не апельсин. Корицу что? Это гвоздика, я ее терпеть не могу. Здесь имбирь, гвоздика, аир, цедра апельсина. Это натуральная гвоздика. С эфирными маслами еще написано. Вы представляете? Блин, ну я знаю, что гвоздика полезна. Я попробую попить этот чай, я просто не люблю гвоздику. Выпечки и так далее, ее терпеть не могу. Думаю, господи, что же мне напоминает. Здесь гвоздика, смотрите, вот она веревочка. Она здесь еще приклеена к пакету. А, вот она как, смотрите, она вытягивается оттуда. Она внутри. Она внутри пакетика. Смотрите, она вот так вытягивается. Хоп, все. И вот он, пакетик у вас в кружечке. Фу, блин. Ну ладно, я попробую. Я попробую. На самом деле, может быть, я так вот ее не люблю, а чай мне понравится. Ванильное яблоко с корнем солодки. Мы все с вами сейчас на это время тратить не будем. В следующем видео все эти чаи откроем, понюхаем. 160-15. Здесь яблоко, шиповник, каркаде и корень солодки. Мне кажется, вот этот мне понравится больше всего. Здесь тоже самое интересное написано. Слушайте, нет. Иногда сахар мешает почувствовать настоящий вкус чая. Вместо него мы добавили корень солодки, а это в разы полезнее. А яблоко творит настоящее волшебство, добавляя ко вкусу еще и образ. Один глоток, и вот мы уже всей семьей идем по яблоневому саду. Представляете, как здорово. Молодец. Так, дальше у нас. Восточный чабрец с кардамоном экстрактом каштана 160-12. Откроем с вами тоже в следующий раз попробуем. Кардамон, чабрец, каштан, саган, дай, ля. И, девчонки, питание у меня тут в коробочке еще. Опа-на. Это крем-суп тыквенно-чечевичный с бамбуковой клетчаткой. 5 порций. Получается около 170-180 рублей со скидкой консультанта. Это нормальная цена за 5 порций на самом деле. И с копченой паприкой бамбуковой клетчаткой. Мне кажется, это мне точно понравится. Здесь много паприки, я люблю паприку. Класс. Будем с вами все готовить, пробовать. Копченая паприка 1-6-103. Бамбуковая клетчатка с тыквой 161-01. Состав здесь бомбезный. Просто, смотрите, состав. Чечевица красная. Овощи зеленые, сушеные тыквы, паприка, морковь, лук, репчатый лук, зеленый чеснок. Бамбуковая клетчатка, имбирь молотый. Все. Представляете, какой состав. Вот сделай себе и кушай, пожалуйста. И будь здоров. Огромное количество витаминов, минералов. Потрясающе. Давайте откроем и посмотрим, как он выглядит внутри. Вот здесь такой пакетик. Кто-то как суп-пюре делает, потом в блендере перемалывает все эти частички после варки. Можно варить на курином бульоне. Можно на любом другом. А можно на воде. Кто как любит. Можно в пост такую еду покупать. Вообще великолепно. Вот вам готовое блюдо. Пожалуйста, поститесь, кушайте, здоровейте и так далее. Будем все пробовать. Здесь инструкция у нас с вами. Разведем по инструкции. Сварим. Эти супы варятся. Они кипятком не заливаются. Это не суппродукты. Так что здорово. Все с вами попробуем, поближе рассмотрим. Так, что-что-что у меня еще осталось. Мне кажется, у меня уже видео на полчаса как минимум. Моноароматы заказала знакомая. На них останавливаться тоже не буду. Я не люблю моноароматы. Амбер. Аква. В слюде приходит. И белый чай. Вот. Все пришли в слюде. Это для знакомой. Ой, тут же у меня еще шоколадки, девчонки. Вот я еды заказала в этот раз. Я сегодня на пункте выдачи вот эту елла с мангом. Она нереально вкусная. Мне так понравилось. Здесь у нас нет сахара. Там подсластитель Мальта Деттрим, если я правильно говорю. И вот именно он может вызывать слабительный эффект. Поэтому это шоколадки у нас еще, которые способствуют комфортному очищению кишечника. Ну, это же круто. Молочный шоколад без сахара с манго. 15 килокалорий в кусочки. Она такая тоненькая. И для шоколада это дорого. Я не думаю, что я еще раз когда-либо возьму шоколад Фаберлик. Здесь тоже у нас цитаты от Нечаева. Состав у шоколада бомбезный. Я сегодня читала на пункте выдачи. Он просто потрясающий. Кому интересно, я сейчас вам все супы и все составы покажу поближе. Блин, не получится мне быстро распечатать и не порвать упаковку. Порвала чуть-чуть. Вот. Здесь у нас с этой стороны манго. А с этой стороны у нас кусочки просто с рисунком. Сейчас откроем. Я сегодня кушала с чаем каким-то вкусным на пункте выдачи этот шоколад. И мне очень, девчонки, понравилось. Ой, как он выглядит. Я не сильно чувствую тут манго. Но он сам по себе приятный. Молочный. Класс. А вот этот шоколад с вишней и кешью, он темный уже. 5 суперфудов. Асаи, имбирь, мискит, мако, хуана. Про мачо. Ну что я сейчас сказала, девчонки. Тоже потрясающий состав. Я вам сейчас все покажу. Смотрите, вот как выглядит шоколадка. Вот они, эти кусочки манго. Вот они. Прямо сюда они как-то видите. Насыпаны. Так. Вот как выглядит упаковка. Вот состав, девчонки. Состав, килокалории, все. Смотрите. Вот он. Покрупнее вам. Можно нажать паузу и почитать. Вторая шоколадка. Вот такая красивая. Темный шоколад. Вот состав. Вот. Вот вся информация. Вот он, чай, как выглядит. Так, это у нас по составу, если кому интересно, чай. Так, где состав-то? Девчонки, где состав-то? Это не на русском. А, вот он. Вот состав. Потрясающий состав. Так. Это у нас, который я сказала, фу. Потому что здесь гвоздика. Я не люблю гвоздику. Состав. Так, и третий чай, куда-то скакал. Это у нас чабрец с кардамоном. Вот состав. Вот такие вот вкусняшки. Так, супы, супы. Сейчас покажу, девчонки. Вот супы. Так, это у нас чечевица, тыква. Смотрите, состав. И информация. Вот как готовить. Так, и второй супчик. Это с копченой паприкой. Как готовить состав. Вот так. Девчонки, чуть-чуть осталось, не переключайтесь. Средство для ежедневной интимной гигиены. Эксперт фарма. Гипоаллергенная. Здесь 200 миллилитров. Артикул 1640. Беру уже не первый год. Очень люблю. Деликатная. Прекрасно очищает. Дарит надолго свежесть. И мне оно нравится гораздо больше, чем мусс. Мусс у меня вызвал сухость. Поэтому вот это средство беру и буду брать постоянно. Заказала у меня знакомая бальзамчик. Мы ей взяли Сила и Энергия из линейки Ботаника. Мне нравится линейка Ботаника. Бюджетная Ботаника. Бюджетная Ботаника. Чудес на волосах каких-то прям не делает. Но прекрасно очищает волосы. И бальзамы здесь достойны. Главное, подбирайте по типу волос. Я уже рассказывала этот лайфхак. Давайте расскажу еще раз. Девочки, мне, кстати, кто воспользовался, им поблагодарили. Шампунь выбираем по типу кожи. У вас могут быть пожженные волосы. Но кожа выделяет много сегму, у вас быстро пачкаются корни. Значит, у вас жирный тип. Значит, вы выбираете себе шампунь объема густота из линейки Ботаника, допустим. То есть, вы выбираете себе шампунь для жирных волос. Но у вас пережженные волосы, сухие кончики. И уже бальзам вы берете себе питательный. И вот именно так это работает очень круто. И волосы будут дольше оставаться свежими. Артикул 8747. Здесь касторовое масло, хмель. Вот такой бальзамчик. Так, и все, по-моему, новинка одна осталась, девчонки. Да, осталась одна новинка. Это вот такой суперфуд. Веганские смузи для душа от Фаберлик. Это у нас ревень. Мне было очень интересно, как пахнет ревень в косметической продукции. Поэтому я взяла. Гели для душа из этой линейки, девчонки, они с частичками Асай. Поэтому не рекомендуется мочалиться этими гелями для душа. Потому что частички в мочалках застревают. А вот просто наносить на тело, массировать, смывать. Или мочалкой Фаберлик, как она правильно называется. Да, она у меня есть, которая на руку надевается, как варежка. Вот ей тоже так нормально будет этими гелями для душа. Артикул новиночки у нас 2457. Здесь нет СЛС. Это очень здорово. Привет! Я смузи для душа в моем составе ревень и семена ЧАС. Уникально высокой концентрации жирных кислот и питательных веществ. Я увлажняю кожу, восстанавливаю защитный барьер. Делаю ее удивительно мягкой и нежной. А еще и веганский. Все смузи для душа с нами разговаривают. Ой, как классно. Девчонки, кто делал компот или варенье из ревня, вот здесь действительно пахнет им. Такое свеженькое, кисленькое и в то же время сладенький аромат. Классно вообще. Это довольно густые такие смузи. Не сказать, чтобы прямо густые-густые, не как водичка. Довольно густые. Классно. Мне нравится. Я люблю такие ароматы. Мне действительно зашел аромат, поэтому смело могу... Тем, кто любит аромат... Вот сейчас вот скажу что-нибудь неправильное. Ревня. Ревня. Как, девчонки? Кто любит аромат, как пахнет ревень, вам понравится однозначно. Классно пахнет. Интересный какой каталог. Такой мрачный. Почему-то он мне показался еще на сайте таким. И ура, девчонки, девчонки. Кто давно хотел зарегистрироваться? А также и консультанты с вами мы так часто делаем. Я знаю, да. Крутая акция «Тысяча в подарок для новичков». Спасибо, Фаберлик, для того, что позволяет своим консультантам развиваться и делать такие акции. Потому что получать деньги все равно однозначно приятнее, нежели набор продуктов, которые ты не знаешь, понравятся тебе, пригодятся или нет. Всем, кто зарегистрируется, в следующем 14-м каталоге будет «Тысяча в подарок». Это круто. И еще, если заказ будет на 2,500, еще и порошок в подарок дадут. Замечательно. Каталог уже листал, каталог интересный, но говорят, все почему-то ждут 16-й, хотя я еще его не видела в интернете, что вообще куча новинок. Кто еще не зарегистрирован в Фаберлика, ссылочка всегда есть в инфобоксе. Проходите, регистрируйтесь, тогда я буду вашим наставником на протяжении всего вашего пути в Фаберлик. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, не слишком долго вещала. Вот такой у меня в этот раз был огромный заказ на 100 баллов. Я прям рада. Мне прям все нравится. Я скорее хочу с вами вместе протестировать еду. Тональный крем прям уже не терпится. Надеюсь, что была вам полезна и интересна. Если это так, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok